На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. И всем еще раз здравствуйте. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шонин. И вот сейчас поговорим действительно очень важную, мне кажется, такую тему, поскольку радио, вот функция, мне кажется, радиостанции, и радиостанции Болтком, конечно же, в частности, заключается в том, чтобы рассказывать новости о происходящих в стране событиях и делать это как бы максимально понятным и простым языком. И если вот у нас появляются какие-то эксперты в студии, мы обязательно просим их, чтобы они объяснили, растолковали какие-то вот сложные процессы, сложные какие-то законы, так, чтобы люди понимали, что же в результате произойдет. Вот повышается из-за чего, когда, что, сколько придется платить, где, какие вот есть нюансы, тонкости. И очень часто действительно мы сталкиваемся с тем, что принимаемые вот в государственном законы, они немножко, ну, требуют какого-то толкования, они требуют посредника между обществом и вот теми, кто эти законы принимает, потому что считается, что любая бумажка... Я сам в свое время, когда писал там диссертацию, вот ты... Чем больше ученых непонятных слов, тем лучше, вот значит, тогда вот, да, ты вот ученая степень. А, знаешь, у меня была обратная проблема. Я в свое время плохо учился, предпочитал работать, и поэтому сбегал с лекций и в редакциях там с середины 90-х. И однажды меня научили очень простому принципу. Писать статью нужно таким языком, как будто приятелю рассказывать, чтобы ему было понятно. Ну, это легко переносимо и на научную жизнь тоже же есть вот эта обиходная фраза, что любую формулу нужно уметь объяснить, там, пятилетнему какому-то ребенку. Если ему понятно, значит, ты хороший преподаватель. И у меня были сложности как раз-таки потом, когда я взялся за ум, начал писать там какие-то работы магистрскую, и приступил, прости господи, к докторской, и я вот этим языком уже не мог писать, я ему уже не владел, и было колоссально трудно. И вообще статистика свидетельствует, что почти каждый четвертый житель в любой стране не может воспринимать сложную информацию и по разным причинам. И слабое знание языка, и проблемы с восприятием, проблемы с интеллектуальным развитием, и все вышеперечисленное мы чувствуем, когда даже последний год читаем какие-то правительственные постановления, касаемые ковида. Сколько раз в эфире были у нас гости из различных сфер, которые, ну, те же самые рестораторы или владельцы салонов красоты, или спортивные залы, которые читали, а там несколько людей один и тот же текст и понимали разное. Вот проблемы восприятия языка, проблемы того, на каком языке издаются различные распоряжения, и мы хотим поговорить об этих тенденциях, о том, что, возможно, с этим сделать. Сделать с Ириной Мельник представителем общества агентства легкого языка, которая 20 лет, оказывается, занимается изучением ротелемы и следствиями. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, действительно ли в Латвии настолько сложная ситуация с какими-то законодательными и прочими актами? Есть ли какие-то исследования, как простые граждане воспринимают то, что пытаются или не пытаются донести до нас власть имущие? Ну, ситуация, я думаю, у нас не хуже, не лучше, как в других государствах, потому что вот чиновники, они пишут проекты, они пишут отчеты, они разговаривают на своем, на чиновническом языке. И этот язык очень часто непонятен другим людям, потому что там много юридических терминов, вообще сложных слов. Как вы уже говорили, чтобы отчет был такой более важный, его надо составить правильно, по-умному, с умными словами. Вот поэтому, если каждый день разговариваешь с коллегами на работе на таком языке, уже очень трудно переключиться на язык попроще, как вы говорили, ну, как бы рассказывая своему приятию. И поэтому у нас очень много непонятной информации, очень сложно рассказанной информации. Действительно, мы делали опрос, опрос общества по интернету, и мы опросили более 500 человек. И именно тема опроса была, знают ли люди, что такое легкий язык, какая у них коммуникация с учреждениями в Латвии, коммуникация в целом. И знаете, 75% опрошенных людей сказали, что они хоть раз в жизни встретились с информацией. Была ситуация, когда они не понимают информацию, потому что она сложная. И мы спрашивали, ну, какая же это информация. И оказывалось, это в 50% случаев это коммуникация именно с госучреждениями. Это или письмо, или какая-то информация, которая вам нужна, вы ищете, находите, но ничего не понимаете. И в целом опрос был очень позитивно настроен на то, что людям нужна информация более проще составленная, растолкованная, и что нужно информацию на легком языке не только готовить для людей, у которых проблемы с восприятием, но для общества в целом. И это признали 500 человек, которые, ну, по принципу, просто открыли анкеты в интернете, они не знали ничего прежде о легком языке, но просто из-за этой ситуации, что информация очень сложная, понимают, что нужно разговаривать попроще. Хорошо. Как бы государство должно с нами толковать попроще. Хорошо. Это что касается ваших респондентов. А что касается, наоборот, чиновников, есть ли информация, есть ли какие-то данные опросов? Зачем они пишут на таком сложном языке? Это отписка, ну, что называется, извините за ненаучный термин, на отвали. Ну, потом же все равно прилетает, потом же все равно пишут следующие письма с требованием разъяснить. Ну, по крайней мере, я бы обратился. Ну, извините, пожалуйста, я не очень совсем тупой, по крайней мере, привык себя так считать, ну, ни черта не понял, разъясните, что здесь написано. Я бы так поступил. Или в надежде на то, что, наоборот, не обратятся, как бы забудут, постесняются. Знаете, кстати, опрос тоже также показал, что если человек не понимает информацию, он или обращается еще раз в это учреждение, или ищет что? Что хуже? Ищет информацию в интернете, в гугл ищет информацию. И, кстати, 9% людей отметили, что они, если не понимают эту информацию, то они вообще, ну, делают вид, что такой информации не получали. То есть игнорируют вообще, что, по-моему, это нонсенс, ну, так должно быть. Ну, отсюда проблема. Ну, даже вот кризисная коммуникация, что касается ограничений, да, ковидных ограничений. Ну, это же, ну, можно сказать, наверное... Первостепенной важности информации. Да, и преступная халатность, с одной стороны. Вы знаете, эта коммуникация, она плохая в целом. Она плохая в целом и по-человечески. И это довольно даже понятно, потому что такой ситуации, которая, ну, последние у нас полтора года, ну, такой раньше не было, никто такого не ждал. И такая плохая коммуникация. Мы, конечно, хотим, чтобы наше правительство принимало самые мудрые решения и мудро нам их разъясняло. Но, к сожалению, мы все идем путем ошибок, учимся на ошибках. Я очень надеюсь, что чиновники все больше станут понимать, что легкий язык — это нужно, и что нужно свои решения растолковывать, потому что это более эффективно, если ты сказал или передал информацию обществу один раз, ну, понятно, чем все время разъясняться и рассказывать еще и еще и еще раз. Это неэффективный стиль работы. Но, к сожалению, у нас специалистов очень мало, и это одна проблема. Я уже говорила, что очень трудно переключиться из языка, которым ты каждый день пользуешься, этим профессиональным языком, на другой стиль коммуникации. И к тому же, я так думаю, что проблема в том, что политики и чиновники не осознали до конца, ну, какая-то большая аудитория, которой нужен язык, более легкий язык, которым нужно, которым нужны не эти профессиональные термины, а более легкая коммуникация. Ну, вот как раз говоря о более легкой коммуникации, мне кажется, пример 10 заповедей Моисея абсолютно понятно, лаконично и просто, изложено, невозможно трактовать по-другому. Ну, вот почему, есть ли какая-то возможность, я так понимаю, что это все как бы предложение, но слышат ли в правительстве, например, вот такие, такого рода голоса и предложения, и насколько возможно оказать, вот, не знаю, давление, влияние для того, чтобы упростить язык официальных документов? Ну, я думаю, нам еще далеко, далеко идти, эта дорога долгая и трудная. С одной стороны, такое понимание и есть. Например, сейчас мы начали обучение коммуникаторов, которые в министерствах работают, именно обучаем их легкому языку, потому что когда в прошлом году сделали новую модель интернет-сайтов министерств, они сделали по одному типу, чтобы в каждом сайте было по одной схеме, не надо было искать, где в этом министерстве эта информация, где в этом учреждении эту информацию искать. Кошмар. И там есть это отделение... Раздел. Раздел, да, извините. Раздел легкий язык. И, к сожалению, этот раздел пока очень плохо заполнен, хотя это даже только общая информация, там даже нет актуальной информации. И просто мы учим писать этот раздел и другую информацию на легком языке, и действительно это дается не очень легко. Потому что, представляете, вы тоже каждый день готовите свои новости, вы готовите их... Ну, привыкли, как их готовить, а вам теперь кто-то приходит и говорит, пишите вот иначе. Вот не выбирайте такие слова, выбирайте такие слова. Не выбирайте такие обращения, а другие. И это очень сложно, и это надо тренировать. Нужен очень большой тренинг, просто каждый день много писать, а если ты каждый день пишешь релизы, и информации сложные, но очень трудно перейти, чтобы написать на сайт на легком языке. Напоминаю, мы беседуем с представителем... Ну, это первые шаги. Мы начинаем это делать. Да. Ирина, позвольте напомнить, что мы общаемся с представителем общества агентства легкого языка, Ирина Емельник. Вы только что упомянули, что работаете, обучаете представителей министерств и ведомств в том самом легком языку. Возможно ли перечислить, каких именно министерств, каких именно ведомств, каких именно чиновников, какого уровня, и извините за вопрос, почему это обойдется государству? Да, и когда закончится обучение. Ну, мы только-только начинаем эту работу, потому что мы обратились с письмом в Волст-канцелы и рассказывали, какие у нас результаты этого опроса. Они действительно отвечали нам, что они понимают эту ситуацию. Тем же самым бюрократическим языком. Принимая во внимание вышеуказанные вами предложения, мы приходим к выводу, что... Как указано в пункте, подпункты такого-то, что рост прироста составил. Да, хорошо, госканцелярия. Да, госканцелярия. И сейчас мы стали обучать буквально первую группу, и так что такого обучения... Раньше было несколько групп, люди обучались, но проблема в том, что люди в министерствах, они меняются, особенно если это отдел коммуникаторов, ну, там обычно молодые люди, они работают год-два, как, если они даже учили это, прошли курс по лёгкому языку, они ушли в другое среждение работать или в частный сектор, и у министерства снова нет этого человека, который знает основы лёгкого языка. Текучка кадров. И всё-таки, Ирина, вы не отвечаете на мои вопросы. Представители каких министерств, каких ведомств, когда закончится обучение, и сколько это обойдётся бюджету? Лёгким языком. Могли бы их заложить, пожалуйста? Я стараюсь, я очень стараюсь. Мы сейчас обучаем первую группу. В этой группе 10 человек. Министерства, там разные учреждения, начиная с государственных... Даже не министерства, а учреждения. Там из государственной полиции, из... Скажите мне, перевод по Тараду, Бюро по защите прав потребителей. Да. Не знаю эти названия. Национальный совет по электронным средствам массовой информации. Нет, нет, нет. Мне подслышалось, что я так высказали. Я тоже посмотрел. СТКЦ, который... Да. Ну, еще несколько таких... А как отбирали представителей? Они сами отбирали, потому что сейчас начало лета, и многие уходят от отпуска, и время трудное. И еще трудное обучение, потому что это по Zoom мы обучаем. Мы не можем еще сесть за одну парту, так сказать, и работать вместе. А как я говорила, это не хватает того, что передаешь информацию. Я могу рассказать целую лекцию про то, как писать на легком языке. Но если эти принципы сразу не использовать в практике, не терменировать, все равно не получается. И переходишь опять на свой прежний стиль. Ну да, канцелярский стиль общения. Ирина, вопросов появляется с нашим беседой все больше и больше. Ну хорошо, вот по одному представителю, там, не знаю, госполиция, Бюро по защите вот этих прав потребителей. Как они... Смысл в чем? Ну, во-первых, обучение теоретическое, практическое, задания какие-то они получают, как они их выполняют, как вы их оцениваете. Дальше они своим коллегам в чем расчет должны рассказывать и распространять эту ситуацию, как бы в геометрической прогрессии это распространяться. Или вот один человек в этом ведомстве, он этот язык обрел, обучился ему, и понятно, что этого недостаточно. А дальше что? Ну, все большие цели мы достигаем, как мы знаем, маленькими шагами. Сначала мы обучим 60 представителей ведомства. Вот начиная с первой группы, после первого опыта мы проработаем может программу надо как-то переставить, что-то улучшить, и потом осенью мы будем работать со следующими группами. И мы, конечно, работаем и с теорией, и с практикой. И с практикой именно очень трудно, потому что надо снова и снова возвращаться к принципам легкого языка, которые на бумаге никогда, они очень простые, примерно как вы уже упоминали, хороший пример легкого языка из Библии. Так и, в принципе, легкого языка они очень простые, а вот писать информацию на этом легком языке, следуя этим советам, не так-то просто. Поэтому эта практика, это самое главное. если не практиковать, то не получится. И хотя, если мы 60 человек обучим, это уже будет такая первая группа, которая может работать хорошо на легком языке. Ну и я понимаю, и я думаю, что госканцелярия понимает, что этого тоже мало, что надо идти дальше, но с чего-то надо начинать. А если все-таки на эту проблему взглянуть чуть-чуть с другой точки зрения, и пускай вот они пишут, ну вы говорите, что такая текучка кадров, что получается одного пока выучили, он тут же уходит и приходит на его место. Другой. Вот если принимаются законы, но к ним, опять-таки, как, не знаю, комментарии к закону, вот на более простом языке излагается вот этот документ. То есть, если... Примерно так. А теперь что мы хотели сказать? Да, а теперь что мы хотели... Ну, предположим, вот есть какая-то группа, которая может пересказывать, ну вот, я не знаю, это вот адаптировать, толмачи, да, которые переводят с бюрократического на разговорный язык, и, например, эта группа, она постоянно работает, и она может каким-то образом доносить... Вот есть официальный документ, но есть его как бы неофициальное, ну, пересказ, толкование. Это, конечно, идеальный вариант, и такое было бы очень хорошо, и, я думаю, общество бы восприняло это с восторгом, но, к сожалению, пока специалистов по легкому языку вообще мало, и, ну, переводить такие законы, это очень объемная работа. Ну, это просто двойная работа. Наша агенция приводила несколько документов разных, которые были, ну, в разных проектах, рамках проектов Европы, и там уже требования, чтобы был перевод тоже на легкий язык, и это... А подождите, требования даже есть? Европейцы... Европа требует, чтобы... Я просто к тому, что эта инициатива исходит не только от нас, но она приветствуется в Европе. Потому что легкий язык, он сейчас очень активно развивается по всей Европе, но мы немножко приотстали, потому что вы упомянули, у нас агентство 20 лет, но было такое время, когда не было абсолютно никакой поддержки и никакого понимания от общества, и просто, если не было никаких проектов, потому что мы МГО и работаем только на проекты, по большей части, если нет проектов, то общество не может работать. Поэтому у нас был такой небольшой пробел, который мы сейчас стараемся заполнить, и очень много общаемся с коллегами, с коллегами из Европы, Европы, потому что у них много опыта за эти годы уже и по толкованию разных документов, и по работе с обществом в целом. Но, кстати, очень интересный опыт в Великобритании. Знаете, как они пишут официальные письма, ну, например, жителям, ну, про, не знаю, про какую-нибудь самую простую проблему, хотя бы про водоснабжение. Они пишут на двух языках. Они пишут сначала на лёгком языке, и потом пишут эту официальную часть, которую мы тоже все знаем, вот по статье то и то, и того закона, у вас там это и это, и так далее, и так далее. То есть сначала излагается суть понятным языком, а потом... Да, да. Я как раз хотел попросить вас привести пример, ну, правда, из латвийской практики, ладно, у Великобритании тоже сгодится. А нет, всё-таки. А что-то из латвийских чиновников, какой-то пример вы можете привести? Ну, вот как вы... Вы такие письма писали? Не знаю. Но мы разговаривали с Рижской думой, и вроде бы они понимают ситуацию, просто у них много забот, и руки до этого не доходят, но они думают о том, как эта информация, которую рижане получают, как они... Именно эту повседневную информацию, даже не коммуникацию на уровне релизов, но коммуникацию по хозяйственным вопросам, как её передавать более проще. Но я надеюсь, что они составят сначала эту стратегию, потом будут дальше уже практически какие-то шляги предпринимать. Но хотя бы понятие того, что коммуникация слишком непонятная и из-за этого неэффективная, в Рижской думе есть. Ну, и, как я говорила, нам ещё очень далеко, куда идти и куда стремиться. Хорошо. Главное начать и продолжать. И желаем вам успеха. Ирина, время подошло к концу. Спасибо большое. К сожалению, ещё могли разговаривать и разговаривать на лёгком доступном языке. Ирина Мельник была у нас в гостях, удалённо представители общества агентства лёгкого языка. Говорили о доступности коммуникации с ведомствами и различными структурами, государствами и муниципальными. Действительно важная проблема. Текстовая версия чуть позже появится на портале MixNews.com.